Прямо сейчас предлагаю посмотреть сюжет, который расскажет нам о национальных играх. Интересно. Выставка, посвященная 70-летию ЮНЕСКО. Давай посмотрим. В рамках мероприятий, связанных с празднованием 70-летнего юбилея ЮНЕСКО, в Государственном музее искусств имени Аблхана Костеева открылась выставка «Национальные игры. Наследие народа». Эта экспозиция посвящена такому яркому явлению в традиционной культуре казахского народа, как интеллектуальные и другие спортивные виды игр, отражающие особенности национального характера, силу духа, народную смекалку, имеющие важное воспитательное и познавательное значение. В 2003 году ЮНЕСКО принимает конвенцию о сохранении материального и культурного наследия. Казахстан присоединился к данной конвенции в 2011 году, став 142-й страной-участницей. Живого наследия. Чем отличается нематериально от материального? Тем, что наследие живое, оно передается из поколения в поколение, оно практикуется. В данное время Казахстан готовит национальный перечень, все новые и новые элементы нематериального наследия его пополняют. И вот сегодня как раз мы находимся на открытии выставки, посвященной национальным играм. На выставке представлены работы выдающихся мастеров живописи и графического искусства Казахстана, в их числе произведения Канофей Тельжанова, Евгения Сидоркина, Николая Гаева, Альберта Гурьева, Салихидина Айтбаева, Абдрашита Садыханова, Токбулата Тугузбаева, Ирбулата Тулебаева и других. В плане того, что каждый народ все-таки должен сохранить свои традиции, свои обычаи и народные игры, эта выставка имеет какое-то, может быть, познавательное значение для молодых казахстанцев. Все эти полотна, в общем-то, особенно живописные работы наших художников, они передают вот это вот ощущение, что ли, слитности человека и его прекрасной природы. Эти работы передают именно вот как бы особенности национального характера, национальной психологии. На выставке представлена тема спортивных конных игр казахов, таких как Аудар-Спак, Дайге, Кокпар, Кыскул. Спортивные игры издревле закаляли молодежь, учили ловкости, мастерству, находчивости и бесстрашию. В 2015 году ЮНЕСКО рассматривает возможность включения в список нематериального культурного наследия казахскую конную игру Кокпар. Будучи исконно народными, Кокпар и Байге и по сей день пользуются большой популярностью в нашей стране и являются неотъемлемой частью традиционной культуры казахского народа. Дальнейшее их сохранение и популяризация очень важны для молодого поколения казахстанцев.